Мой доклад называется большое название, но на самом деле я больше буду говорить о самой механизме. Вообще понятие невозможно равно другое. Я изначально, прочитав соответственно о симпозиуме, я подложила вот такое понятие и, соответственно, я его объясняю через механизм артистического воздействия советской власти, которую называют тоталитарной. Конечно, вокруг понятия тоталитарной ведутся споры. И более того, вот очень сильно принято говорить, что вообще тоталитаризма не существует. Существует авторитаризм, приближенный к тоталитарному. И я неоднократно с этим сталкивалась. В Москве была большая конференция о трансформации тоталитарного опыта, советский опыт и немецкий. Сравнивался. И вот как-то прям публичный дискурс настаивается. Мне кажется, это неверно. Мне кажется, верно использовать понятие тоталитарной. И поэтому я все-таки, говоря о советской власти, буду говорить о тоталитаризме. И основное, что я предлагаю, я предлагаю вот некоторую такую методологию рассмотрения тоталитарной власти, которая связана с основным, с нарциссизмом ее. Это, конечно, психоаналитический подход. Вот что интересно, что вот политический психоанализ, он в России его не любят. Его не любят, к нему плохо относятся. И как-то принято его ругать. Хотя, на самом деле, именно там я нашла ответ на вопрос. И мне кажется, что сам вопрос, вот он и вчера звучал в нашем дискурсе обсуждаемом. И это вопрос о загадке власти. Вот, например, Сергей говорил об интересе исследователей. И молодых исследователей, которые родились уже после развала Союза, все равно к советскому опыту. Но действительно интерес существует, и он прямо кажется неиссякаемым. Это связано еще и с тем, что это даже не проблема ведь советское прошлое, это некоторая загадка. И вот об этой загадке даже исследователи говорят. Вот, я встретила вообще вот само слово «загадочность власти», «загадочность Сталина» в комментариях вот к последней книге Стивена Коткина. Я не читала, но вот это вот меня очень удивило, даже вот наличие самого такого, что она вот была такой загадочной. Ну, я, конечно, достаточно жестко говорю, что загадки там никакой нет. Если это загадка есть, это загадка нарциссизма. И очень печалит, когда такие исследователи, как Стивен Коткин, Слава Жижик, они по-прежнему говорят о загадочности и власти, и, в общем-то, главной персоной, это, конечно же, Сталина, которому уж столько исследований посвящено, и психоаналитики столько писали. Вот, и дело в том, что вообще, конечно, феномен нарциссизма достаточно интересная вещь. Мы живем сегодня в обществе, где нарциссизм вообще обострился. Но говоря о нарциссизме власти, мы имеем совершенно как бы вот особую форму его реализации. И очень, конечно, важен сам нарциссизм диктатора, но все-таки я вот буду говорить именно о нарциссическом характере тоталитарной власти. Дело в том, что это действительно тоталитарная власть, вот ее уникальное воздействие как раз и заключается в том, что с одной стороны, почему вот невозможно равно другой, я сразу поясню, потому что с одной стороны есть проекция грандиозного я, и проекция грандиозного я, она дает каждому человеку и народу в целом, конечно, заявить о себе в некоторой такой грандиозной проективности, которая преодолевает все его недостатки. И не просто недостатки, а все возможные характеристики, связанные с его я. То есть человек реализуется в некотором таком трансцензировании, стремлении к некоторому совершенству. И вот это вот само по себе это стремление, вот мне кажется, проект «Сверхчеловека Ницше», это безусловно, он подспудно имеется в виду в этой грандиозности. Я хочу сразу так прокомментировать, хотя это несколько уход от темы, что безусловно проект «Сверхчеловека Ницше», он был сформирован во взаимодействии Ницше со знаменитой роковой женщиной XX века Луандре Саламе. И вот сама идея наркотичности, тоталитарной власти, но я как-то давно интересовалась этой закадочностью, как один коллега хорошо сказал, ведь феномен советской цивилизации не только в том, что давили сверху, но и в том, что перло снизу. Мне кажется, достаточно хорошо сказано, потому что сам по себе такой энтузиазм, по которому идет ностальгия, и о котором пишут разные исследователи. У Шейла Фиттипатрик хорошо написано, она приводит просто различные примеры о том, что действительно у людей, те, которые достаточно удачно пережили этот период, особенно сталинский период, у них было ощущение, что было нечто, по чему стоит ностальгировать, было нечто особенное. И был именно небывалый энтузиазм. Вот этот энтузиазм, он тождественен тому энтузиазму, который рождается у человека, именно когда перед ним появляется возможность преодоления самого себя. И причем это преодоление, оно возможно как на повседневном уровне, так и преодоление в стремлении к своей потенциальной грандиозности. Поэтому, конечно, это очень сильно видно, видно по родным материалам именно той эпохи. И существует такая достаточно интересная статья. Когда у меня идея возревала, возревала, потом, наверное, она окончательно оформилась. Это статья Ирины Желебкиной о роковой женщине сталинской эпохи и вообще роковой женщине из Советского Союза, и самая известная это Лили Брик. И вот она пишет об ее биографии, об ее особенностях, но там очень интересно сопоставление вот такое, что у Лили Брик, у нее на самом деле было такое специфическое соперничество не с людьми. Роковую женщину ее никогда не интересуют конкретно Лили. Было соперничество с тоталитарной властью. Вот это достаточно интересно. И вот поэтому у меня вот развелась эта идея. Мне кажется, она вообще очень евристична, и она концептуальна в плане еще методологии понимания вот этого самого энтузиазма. И в контексте вот нашей темы понимания вот такой вот специфики советизации Средней Азии. Потому что ведь я, конечно, не историк, вот я слушала доклады историков и понимала, что, конечно, мне не хватает вот исторических знаний, знаний фактов. И поэтому, если это возникнуть в комментариях и вопросах, вот какие-то темы, я буду очень рада. Но ведь действительно была специфика. Почему? Потому что вот утопичность вообще всего этого проекта, безусловно, утопична была по разным характеристикам своим, да, которые совпадают с характеристиками утопии. Но было ведь и желание отказаться от такого уже мирового опыта колонизации. И когда я готовила к докладу, я вот, к сожалению, автора статьи просто не запомнила, не сохранила. Я встретила, например, такой тезис о том, что рядовые коммунисты, когда вот они приезжали в Азию, в Центральную Азию, у них даже было некоторое чувство вины в целом. И чувство вины не в том, в плане, как его вменяет практически в обязанность каждому своему субъекту тоталитарная власть. Это отдельная тема. А чувство вины как бы в целом за мировой буржуазный опыт, когда колонизаторы, они, естественно, с чувством превосходства и с определенными требованиями приезжали, вот как раз колонизируемым. И чувство вины реализовывалось в том, что именно в своей работе эти самые рядовые коммунисты, они стремились как бы перевернуть вот этот привычный буржуазный опыт и, наоборот, отнестись совершенно по-другому к тем субъектам, вот именно к тому другому, кого они приезжали так или иначе колонизировать. То есть, действительно, это был очень специфический опыт колониальности. Вот, например, Михаил Васленский в своей совершенно замечательной книге «Номенклатура правящих классового Союза», он однозначно говорит достаточно об этом опыте колониальности, но он судит, у него такой достаточно, ну, есть негативизм, такая жесткость в суждениях, и он, конечно, говорит о том, что, безусловно, это была колонизация, по-другому никак нельзя назвать, это была империя, и, соответственно, который подчинялся определенным требованиям, очень жесткая властная иерархия, указания из Москвы и так далее. И все тезисы о том, что о национальном равенстве и так далее, они, в общем, не являлись чисто идеологическими. Да, конечно, они являлись идеологическими, но дело все-таки гораздо шире, чем, например, он тоже пытается представить. Дело именно вот в этом воздействии, когда действительно энтузиазм был, и это равенство, эта солидарность, она действительно переживалась и совсем не по колониальному она переживалась. А переживалась она, вот я называю это специфическое равенство вертикальным равенством, потому что она переживалась именно в проекции грандиозного «я», которое, возможно, именно от тоталитарной власти объясняется ее спецификой. Потому что по этой вертикали все, конечно, были равны. В чем они были равны? Все были равны в том, что необходимо преодолеть свое наличное «я». Это наличное «я» тоже это психоаналитические термины, грандиозное «я» и ничтожное «я». Оно именно воспринималось как ничтожное. Выражаясь словами Ницше, все-таки это человек, как некоторое промежуточное состояние в рывке к сверхчеловеку. И поэтому вообще советский человек, это, конечно же, сверхчеловек, это тот грандиозный субъект, которому предписывалось стать любому человеку и, соответственно, народу в целом. Это тот идеал тоталитарной власти. Там еще один механизм додействован, который объясняет вообще само наличие репрессий прекрасно. Потому что постоянное переключение, проекция грандиозного «я», проекция ничтожного «я» и механизм репрессии, когда ничтожное «я», тогда, конечно, ты всегда виновен. Не важно, как ты виновен, ты априори изначально виновен предрежим, поэтому тебя следует истребить. Но сам энтузиазм масс, он, конечно, заряжался, исходя из той грандиозности, которая именно предъявлялась каждому человеку, как его возможный проект. Это человека очень сильно, конечно, вытягивает и заставляет его преодолевать любые эмпирические обстоятельства. Поэтому еще вот это время советское очень... Ну, конечно, я не буду сейчас говорить про разные этапы, безусловно, ностальгия по-советскому в данном случае, наверное, я больше говорю именно о периоде строительства, вот действительно коммунизма, о периоде все-таки больше сталинизма. Но, тем не менее, вот этот энтузиазм, возникающий, переживаемый человеком в процессе вот этого самого трансфедирования, в процессе рывка к тому грандиозному, что ему вменяется в обязанность, это, конечно, такой неизбываемый энтузиазм и ностальгия по нему все-таки очень сильная. Даже те люди, которые вот совершенно юные сегодня, они не имеют этого советского опыта. Я, например, конечно, имею. Я закончила советскую школу в Туркменистане. Вот, и я со всеми прелестями вообще столкнулась, да, с прелестями на теле. В общем, я помню конкурсы «Строи песни». Ну, это ужас просто на самом деле был, да. Вот. Ну, это... Мы сейчас не об этом. Я, кстати, хотела сказать, что вот я думала, что использовать для презентации, то есть моя презентация такого никакой ценности не представляет. Вот. Просто какие-то тезисы, но просто вот хотела найти какие-то иллюстрации. Я думала, и все-таки, мне кажется, вот такой культовый фотограф, ну, его называют культовым фотографом сталинской эпохи Макс Пенсен, хотя он снимал преимущественно Узбекистан, но я фотографии поместила именно в презентацию, ну, как бы постарался что-то найти вот именно концептуально, не то, которая специфика действительно целитизации Узбекистана, а просто нечто концептуальное, отражающее вот как раз вот именно тематику вот здесь найти. Вот. Поэтому, да, да, и возвращаясь вот к идее равенства, почему невозможно равное другое? В данном случае здесь следует сказать, что другое это как для местного населения, как для колонизируемых другое, и, соответственно, так же, как и другое и для этих самых коммунистов, которые были проводниками вот этой властной идеи, которые участвовали в социальной советизации. То есть такая вот взаимная друговость и невозможность равенства, вот равенство, то есть оно реализуется именно по властной вертикали, потому что проезд советского человека, человек грандиозный, сверхчеловек, который преодолел все свои прошлые идентичности. И здесь очень важно, что все рассматриваются, все характеристики прежней идентичности, они, конечно, рассматриваются негативно. Но они рассматриваются негативно, потому что они перверсивны, и эту перверсивность предлагается преодолеть. И предполагается также, что инспирация вообще тоталитарной власти, она такая мощная, что можно преодолеть что угодно. И более того, что здесь интересна специфика самой империки. Очень важно, чтобы эта империка была достаточно отсталой, она не была близка к самому проекту, который власти предлагается. Потому что в этом-то ее сила и проявляется. То есть взять что угодно, а получить на выходе то, что заявлено. Вот, наверное, метафорически это можно так представить. И я повторяю, что это сила нарциссического воздействия именно такова. То есть никакой такой особой загадки здесь нет. То, что действительно мы имеем, вот такой вот вековенный энтузиазм, масса, желание строить то, что предлагается, это именно нарциссическая инспирация. Представьте себе, что, допустим, вот вы взяли, ну я не знаю, апельсин. И когда вы его в соковыжималку кладете, вы думаете, что да, будет апельсиновый сок. А представьте, вдруг вы берете апельсин, получается что угодно. Я не знаю, там биспис, там святая вода, живая, мертвая вода, неважно, что угодно. И вот именно вот этот проект, то есть мы берем абсолютно кого угодно, что угодно. Мы получаем на выходе с травмы советского человека. И вот, кстати, вообще в фотографиях, визуальный ряд Макса Пенсона, там очень сильно видно. Например, вот меня очень поразило, что, я вспоминаю, вот когда начался развал Советского Союза, я еще заканчивала школу в Туркменистане, и там проводили конкурс МИС Ашхабаб. Вот решили его неожиданно провести. Да, и вот я почему-то запомнила, да, и там вот такой вот был визуальный ряд, что девушки в купальниках, а участница, которая была Туркменко, очень красивая девушка, она не одела купальник, и ведущий говорил, это немыслимо для девушки, спасибо, что она вообще участвует, но это совершенно немыслимо одеть купальный костюм. А вот фотографик Макса Пенсона, конечно, просто поражает. То есть девушки с косичками, и они уже одеты вот в эту вот специфическую форму, там шорты и майки, и они участвуют в демонстрациях, в каких-то там спортивных мероприятиях и так далее. И ведь это еще было в то время. То есть вот здесь вот очень важен разрыв. Сила власти, она как раз и проявляется в том, вот именно наркотическое воздействие, она проявляется в том, что берется вот нечто вроде материала, и пусть это нечто будет максимально-максимально далекое от предлагаемой грандиозности. И потом раз, оно по собственной инициативе, в данном случае люди, этносы и так далее, по собственной инициативе, оно вдруг удовлетворяет этим самым наркотическим требованиям. Вот это вот очень важный момент. И поэтому вот это вот вертикальное равенство, исходя из одинакового требования грандиозности, которое предъявляла власть абсолютно ко всем, это переживалось как такая специфическая солидарность. И на самом деле, вчера вы сказали по поводу того, что, мне кажется, эта идея очень здесь прозвучала, что действительно в самые тяжелые периоды, но это в общем-то совершенно верно, потому что приближение к этой грандиозности, почему всегда нужен подвиг, почему нужны очень тяжелые ситуации, невозможно какая-то нормальная, размеренная повседневная жизнь, и почему прямо, скажем, нужна война даже. Потому что удерживаться вот в этой солидарности и равенстве очень сложно. Происходит постоянное соскакивание туда, за что, собственно, надо брать, наказывать, репрессировать, уничтожать. Происходит постоянное соскальзывание к этому самому, так называемому, реальному или ничтожному «я». И, соответственно, там начинаются уже иные проблемы. Естественно, все проблемы, которые надо решать, то есть все прежние идентичности актуализируются. Это то, что касается нормальной жизни. Поэтому, конечно, нормальная жизнь, она никогда не нужна. А нужны очень тяжелые состояния, различные такие переживания. И вот война, это, конечно, достаточно, ну, это просто идеальный такой случай. И, ну, я опять же, тоже ведь никакого исследования не проведено. Может быть, это в литературе есть. Но я вот и, собственно, могу сказать, что вот я все рассказы пожилых уже людей, вот я помню, я была еще ребенком, и рассказы пожилых людей вот о жизни в Туркменистане, они очень сильно были связаны с переживанием вот этого эйфорического ощущения от послевоенного времени. Потому что они говорили, да, вот сейчас начались проблемы, а тогда все были равны, все друг другу помогали, двери не закрывались и так далее. То есть не было всех этих национальных проблем, которые, допустим, ну, потом обострились. Поэтому вот, в принципе, это необходимая такая составляющая любого тоталитарного режима. И получается, что мы имеем здесь вот как раз вот идею вертикального равенства, идею такой солидарности, которая наилучшим образом реализуется в очень тяжелых условиях. И в условиях, когда тяжесть ослабляется, и происходит просто впадание в такую нормативность, в обыкновенную повседневную жизнь, то, конечно, здесь актуализируется и ничтожное «я», и наступает состояние асимметрии. И вот это состояние асимметрии, в отличие от такой, так называемой, буржуазной колониальности, которая, как считали большевики, безусловно, осталась за рамками утопии. Вообще все осталось за рамками утопии, как ненужный такой пережиток. И утопия же строится еще вот в противопоставлении себя тому, что было, либо было раньше, либо находится за рамками. Очень сильно это видно. Но я исследовала книгу о вкусной и здоровой пище, в силу профессиональных интересов. Там, конечно, это просто в чистом виде читается. Но и здесь тоже есть такой момент. Поэтому здесь уже мы видим отход от равенства, почему оно невозможно. То есть вот именно на уровне грандиозного «я» оно реально, оно переживается, а потом оно является невозможным, потому что либо это то самое чувство вины перед колонизируемой у большевиков, либо все-таки это прежние структуры колониальности, когда это некто более культурный, более цивилизованный переезжает, и он осчастливливает местное население. Ведь для западного сознания, кстати, это является, насколько я понимаю, вполне нормативной идеей. Переживания по этому поводу, например, совершенно замечательно описал Альберт Швейцер в его знаменитой книге «Культура Этиза». То есть когда он отправился по собственной инициативе, что называется, творить добро именно в Африку, в местечко Ломбарена, это вот вошло уже в историю его такой подвиг, он великий был филот и врач-гуманист, то он быстро понял, что так называемое братание с местным населением или установление вот этого коммуникационного режима равенства приводит к тому, что ты тут же становишься парень. Это обязательно, что это необходимо соблюдать некоторую такую вот коммуникационную асимметрию, находиться в таком иерархическом состоянии. Ты более просвещенный, ты старший брат и так далее. Вот он описывает свою рефлексию даже по этому поводу. И безусловно, здесь большевики, коммунисты, они, конечно, всего этого совершенно не хотели. Но все равно, безусловно, на уровне реального я повседневное взаимодействие все это, конечно, реализовывалось. Я, собственно, пыталась обозначить, мне кажется, что это очень хорошая иллюстрация. Сам по себе подход, где сам проект советского человека, он как раз и строился, что человек – это табула расы для власти, и, соответственно, каждый может конвертировать себя как прежнего обязательно перверсивного недостаточного вот именно в нового сверхчеловека. Но это, возможно, не благодаря каким-то личным усилиям, а личные усилия уже следствия обязательной такой инспирации власти. И, кстати говоря, вот это литарная власть, если мы немножко будем пользоваться такими гендронными терминами, она, конечно, носит абсолютно финильный характер. Как бы мы о ней ни говорили, вот кажется, что ее такое жесткое воздействие и так далее, нет. Это все, конечно, имеет место быть, но она обязательно носит финильный характер, потому что это связано из-за самого нарциссизма. Поэтому воздействие здесь не может быть только силовым. Оно может быть именно таким, вот я не зря использую такой, ну, все-таки не совсем научный термин – инспирация, но воздействие должно быть именно таким вдохновляющим. То есть, с одной стороны, человек ничего не может без нее. Безусловно, все, что человек не делает, это именно следствие властного воздействия. Присвоить себе абсолютно ничего нельзя. И действительно, когда вот на допросах сотрудники НКВД кричали, тебе товарищ Сталин все дал, а ты тут вот, значит, провинился перед ним, эта вот идея, она была с чем связана? Именно с тем, что власть, только инспирация власти, она способна вытащить то, что содержится в этом ничтожном перверсивном человеке. Это именно его проект сверхчеловек. Он может стать таким. Вот. И на процесс советизации республик Азии это тоже именно так повлияло. То есть, каждый может стать советским человеком. Он и национальное в себе преодолевает, как перверсивное. Или он каким-то образом устраивает это перверсивное, национальное в порядок строительства, конструирование нового человека. Но это все равно является вторичным. Поэтому и воспоминания об этой переживаемой солидарности, они вот такие до сих пор вдохновляющие. Так вот следует здесь. Вот это, мне кажется, замечательная сексуальная иллюстрация. Вот как раз о чем я говорила. Это было, если это было сделано в 30-е годы, насколько мыслимо было, неожиданно вдруг выхватить и заставить, в данном случае, девочек, которые привыкли к совершенно другой одежде, вдруг заставить. Все это, безусловно, перед лицом власти. Мне кажется, очень интересно рассмотреть, но тоже для этого нужна какая-то конкретная литература, исторические изыскания. Это еще рассмотреть, как реализовывается сам механизм террора. И террор именно в республиках. Потому что, когда мы широко о нем говорим, наверное, какие-то, безусловно, различия существовали. Террор – это необходимая тоже, необходимая составляющая. Потому что сами по себе вот эти вот мелькающие проекции грандиозного и ничтожного я, они как раз и предполагают, что человек постоянно подтягивается к тому идеалу, который ему предлагается. Но одновременно процесс уничтожения, он должен быть бесконечен. То есть здесь нельзя ожидать, что террор, он когда-нибудь закончится. Это просто невозможно. Здесь нужно постоянно уничтожать это самое реальное я. Уничтожать его лучше всего. Ну и вообще это физическим образом. Но, с другой стороны, если полностью уничтожается объект воздействия для власти, то есть уничтожаются субъекты, народ и так далее, то что тогда остается? На кого воздействие будет оказано? Поэтому различные механизмы используются в повседневной жизни. Но идеально это, конечно же, полностью человека уничтожить. Отсюда, кстати, и все сталинские идеи. Все-таки вот это вот переселение, репрессии различного рода, переселение каких-то групп этнических и стремление все-таки к уничтожению и так далее. Это все прекрасно объясняется этим наркотическим воздействием. Другое дело, что в полной мере мы не можем, наверное, осознать этих ужасов. Вот этот эмоциональный фактор, потому что я все-таки настаиваю на том, что этот фактор существует. Как бы мы не очищали свое видение, свой подход, методологию и так далее, но он все-таки лежит в основе интереса. Это эмоциональный фактор, что вот этого самого наркотического очарования. И есть такой замечательный фильм, он, мне кажется, не ценен совершенно с художественной точки зрения, но такой слабый, но он совершенно ценен с точки зрения конфертуализации переживания этого очарования. Он так и называет «Очарование зла». Да, лучше это четыре серии, это фильм российский. И мне кажется, лучше все-таки сказано не было, что это действительно было очарование зла, очарование тоталитарной власти. Так, ну, в принципе, да, здесь, наверное, повторяются уже тезисы, основные я все-таки сказала. Да, ну, вот, может быть, стоит сделать акцент на том, что советский человек, это всегда, конечно, это был сверх... Я заканчиваю. Это, безусловно, был сверхчеловек. И важность советского проекта, вот, мы не должны забывать, что в его основе лежит не просто вот один, как бы, это еще одна возможность конструировать такого-то человека, это обязательно был сверхчеловек, с преодоленным человеческим. Вот, и отсюда очень многие характеристики вытекают. Как я уже сказала, это наставание на подвиги, это то, что критикуется, и это ужас повседневной жизни, ну, и в том плане, что власть заботилась только о грандиозности, и никогда о... Ценность повседневной жизни, она не была таковой, и так далее. Это было очень важно. Ой, ну, можно? Да, 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 это все совершенно... Ну, кстати говоря, обратите внимание, ну, это уже предмет визуального анализа было бы, а сама фигура и люди рядом с ней, да, то есть это тоже очень хорошо иллюстрирует. Собственно, вот это и мыслилась как проект. Все остальное должно было остаться за рамками. Вот, тоже совершенно замечательно. То есть я просто хочу сказать, я не знаю, получается, донести или нет. Я не первый раз тоже с этой темой выступаю, но она особенно-то не востребована. Я имею в виду тему наркотического характера, стилитарной власти, но загадки не существуют. Вся загадка лежит в феномене нарциссизма и в том, как человек может стать ее носителем. Сталин был нарциссичным человеком. Это очень хорошо описано, как в специализированной литературе. Так, например, недавно вышла книга не только у Коткина, а еще у Монтефиори, английского исследователя «Молодой Сталин». Он просто историк, он не пользуется такой терминологией, но тем не менее он великолепно там описывает, в таком огромном Талмуде. Он собирал материалы, ездил в Грузию, написывает, что это было за человеком. Почему он стал проводником именно тоталитарной власти? Откуда вот это вот все было? Как это было возможно? И, безусловно, уникальность вообще советского проекта и уникальность и созидетизация республик Средней Азии, уникальность переживания вот этого национального равенства, межнационального равенства, она заключалась в том, что это переживается через факторы грандиозности. Это переживается как подлинная солидарность, и солидарность вдохновляющая, потому что она заставляет каждого транседировать. А ведь это то, что называется вот этот ужасный термин духовность, духовные скрепы. Это то, что по сути и называется духовным ростом. Духовный рост через подвиг, через преодоление всего, как периверсивного. И, безусловно, вот здесь идея о том, что непосредник между другими, между другим, это всегда, конечно же, власть. То есть отношения, они в принципе, любая коммуникация, она, возможно, только через вас. Вот.